друзья мир всем сегодня на улице пасмурная погода и у меня профилактический день можно сказать и в сарайке тоже то есть бывают моменты когда ты что-то строишь что-то делаешь а бывают моменты когда необходим профилактика замена чего-то где-то что-то подделать надо потому что время идет и что-то ломается естественно вот сегодня у меня перегорели такие фонарики конкретно один они мне очень нравится этот 10 ваттный светодиодный фонарик не скажу что они как бы долговечный что ли но стоял очень долго стоял у меня вот этот вот старенький пыли грязный стоял он очень долго прослужил верой и правдой так скажем вот сейчас мы поменяем на новый не когда мы первые устанавливали здесь мы я соединение эти паял там паяли а сейчас я перехожу на вот такие вага зажимы мне они очень нравятся потому что ну как бы совсем все просто вот сунул один провод 2 зажал и все то есть у меня уже не первый раз там других местах где-то перегорает зажим чик чик отодвинул открыл точнее вытащил положил и все вот поэтому сейчас я заменю потом продемонстрирую здесь у меня 10 ватт как в коридорчике там у меня 20 ватт потому что мы там дуем там как бы ну света побольше надо они очень экономичные то есть иногда можем можно даже включить там на всю ночь 30 ватт за час это вообще ни о чем практически поэтому сегодня мы занимаемся замену нужных вещей сейчас я заменю все а потом покажем вот я его подсоединил вот он горит вот и там тоже сейчас я его подсоединю сюда и мы уже посмотрим окончательно как все это дело вот этот фонарик убираю который перегорел конечно я вот не знаю куда я вообще можете переодевать вроде такой большой было бы здорово если бы их можно было бы сдавать потому что ну вот он перегорел и все он как бы уже больше что ты с ним сделаешь он больше не нужно может быть где-то бы его там не знаю восстанавливали собственно я просто складирую обратно значит сейчас мы уберем и начнем начну там дальше работать каждый год перед зимой у нас обязательно такой как как в армии пхд проходит тут уборка сарайки и обязательно значит такая профилактика профилактика вот обработка что ли там не пробов там заразу убить это значит у меня такая свинальник что ли клетка такая где у меня свиньи тут обитают вот ее мы вот эту клетку и следующую и у кур тоже всегда обрабатываем чем обрабатываем но я не знаю может быть какие то есть еще средства но вот обычно рекомендуют известку берешь негашеную известь доливаешь водой там она гасится вот и получается вот такой вот раствор раствор известковый он является как бы антисептиком убивает и так далее заразу всех вот и ей вы значит все все здесь побелим вот прежде побелить я уже убрал предварительно так вот где-то паутинки тут всякие летом тут никто не живет мухи летают пауки естественно то и дело плетут свои паутины там где мухи там всегда пауки предварительно в общем все это смел вот господи благослови и например с какой-нибудь стенки я размешал как раз чтобы это было погуще так скажем одежда конечно должна быть грязная может быть даже очки одеть вот вроде простое дело начал белить а это все и прежде чем начать белить у меня же была лампочка перегоревшего пришлось ее пока заменить а тут вот это вот раскрутилась теперь надо закрутить ее поэтому по ходу действия еще приходится что-то подделывать пока доберешься до работы уже вечер уже пора идти ужинать и спать все равно надо сделать на улице просто темно и кажется как будто вечер темно потому что я говорю что там тучи ходят дождик и все мы сейчас помаленечку побелим а потом все это дело когда высохнет она более так проявится и будет прям ну ярко-белый красиво очень ну чё у нас тут санитарная обработка хозяйственных помещений продолжается кисточка у меня развалилась окончательно его слава богу у меня в заначках была новая кисточка давно еще купил поэтому хорошо покупать иногда ну что-то запасом чтобы вот в такой критический момент можно было быстренько заменить и продолжать работать дальше это также как вот с фонариком прожектором вот он у меня был и кстати по моему это последнее у меня было их много я использовал везде в хозяйстве где только можно в сарайке там сейчас последний вытащил заначки все придется еще сделать запасе были кстати они помогут даже подешевели какое-то время они были там подороже все продолжаем били дальше внутри я побелил все у свиней сейчас все это пока подсохнет значит со временем приходит негодность кормушка пол и так далее они гниют и там они грызут их ну свиньи поэтому я хочу заменить вот эту вот кормушку корыто ведь она уже вся такая трясется вот она у меня уже стала подтекать они уже там грызть стали где-то разломали я все поделал по делу в итоге ну все уже пришло момент когда надо значит ее заменить и между прочим вот это кормушка корыто у меня простояла пять лет ну и пол у меня тоже кое-где там начал уже я вот менял там доску или две наверно то есть приходит время когда лет через пять наверно там может чуть больше то есть все приходится менять со временем так скажем сейчас мы здесь самореза но по всей видимости вытаскивать наверно даже я не знаю мы что-то я тут смогу вытащить а что-то я буду просто разламывать и все попробуем потому что где-то саморезы я еще смогу выкрутить а где-то уже просто не представляется возможным это сделать скорее всего с той стороны саморезов уже не видать мы все разберу потом покажу как буду делать новую вот тут все уже загнило напрочь не докопаться все трясется а ничего крепко сделал так ладно вот потому что уже ничем не поможешь в том плане что что-то беречь тут саморезы искать они все вот так вот все это отправится на свалку точнее на сожжение вот мы пришли на следующий день и смотрите как все уже высохло и побелело вот конечно можно там чтобы было еще красивее там на второй раз да побелить вот ну явно видно да вот что например вчера было и что сегодня ну собственно мы тут не за красотой гонимся мы делаем дезинфекцию вот и поэтому я думаю одного раза в принципе достаточно вот хотя глаз очень радует когда чистота и порядок вот вчера я разломал эту кормушку и уже начал ее там делать сейчас пойдем посмотрим вот я уже начал делать так что деревне всегда есть чем заняться даже если ты не умеешь научишься в общем вот такое корыто я тут что сделал в прошлом у меня такого не было в этот раз еще вот в эти соединения добавил силикона зачем я его добавил обычный там силикон какой то для того чтобы то есть не снутри не с не с той стороны а вот снаружи чтобы в этом когда ты дробленку жидкость какую туда чтобы она не протекала она в принципе если все плотно подогнать то не будет протекать ну знаете потом там какие-то щелочки появляются там еще что то и поэтому 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 короче я это у меня уже вторая кормушка я решил на второй кормушке проэкспериментировать именно с силиконом вот с этой стороны чтобы у меня уже наверняка уже ничего ничего не не выливалось она конечно дерево разбухнет это как бы нормальный процесс все равно будут какие-то где-то щелки там я не знаю сейчас это я пальчиком потом размажу конечно наличие инструмента очень очень поможет в работе потому что ну если там у тебя одни гвозди и молоток и пила конечно уже можно что-то этим сделать но все же все же лучше и проще когда у тебя инструмента чуть-чуть побольше не знаю я вот этот эксперимент силиконом первый раз делаю я говорю что мне кажется должно это сработать то что именно я задумал так вот значит почему у меня видите одна такая стеночка более ниже другая повыше это я посмотрю потом скорее всего может быть вот эту я поставлю наверное вот эту поставлю к свиньям вот она кормушка примерно будет вот так вот да вот с таким этим вот свиньи здесь будут есть здесь будет перегородка а с этой стороны поположе чтобы мне удобно было из ведра сыпать посмотрим на месте я еще и могу покрутить как бы вот сейчас я сделал вот эти перегородки в принципе это не сложно даже вот обрезки какие-то остались может быть просто вот так представить подставить вот здесь вот очертить выпилить и все и прямо сюда сюда потом вот так вставлю саморезами закрутил кстати в этот раз я решил еще и посредине сделать перегородочку для чего для того чтобы свиньи они потом в процессе будут ломать все тут что-то грызть вот поэтому эту перегородочка она будет еще больше ее скреплять как посередине потому что расстояние большое они все равно потом будут что-то с этим делать все собственно будем делать дальше тут я вот подпилил сначала подставили измерили ого как ровно все это вот загородочка сейчас я опять ее также тут просили коню подставляем примерно там где-то если будут где-то дырочки потом уже с внешней стороны нужно значит обязательно вот здесь вот когда саморезы я прикручиваю я сначала делаю дырочки сверлом почему потому что ну можно расколоть если саморезом сразу крутить она если расколется до смысла нет она уже не держит вот поэтому трачу несколько секунд на это дело приходится тратить потому что иначе никак в обратку неправильно две дырочки все закручиваю так кормушка я принес я тут это немножечко как бы ну подставляет усмотрю как у меня лучше она будет значит какой наклон сделать кажется что прям она как будто большая получилась вот хотя на самом деле старая была такая же примерно где-то я не знаю плюс-минус вот значит я установлю ну посмотрю как мне лучше наклон сделать больше меньше вот с той стороны посмотрите да там вот то есть конечно должен быть наклончик какой то вот такой вот типу вот это я сейчас сделаю здесь уже до конца ну все будет такая кормушка новенькая теперь у поросят они будут очень рады и довольны вот и перегородочку сделал специально чтобы ну как бы усилить ее так что вот небольшое изделие на сегодня до новых встреч в новом видео если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями вы скажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного субтитры сделал DimaTorzok и пока не забывайте